Салют, друзья! Мы находимся в шоуруме магазина United Music. Сегодня у нас гость из Украины, талантливый известный продюсер драм-н-бейс сцены Санчейз. Саша, привет! Привет! Ты у нас не первый раз в Минске. Скажи, пожалуйста, свои впечатления о Пипли, о самом городе, что тебе понравилось? Не понравилось вообще? Как публика на выступление? Про публику, наверное, я ничего не смогу уже сказать, потому что последний раз я был 9 лет назад. Это сложный вопрос. А город чистенький, мне нравится. Дороги хорошие. Но оно выглядит все очень так. Коммунальщики хорошо работают, видимо. У нас чуть-чуть не так сейчас, к сожалению. Ну, люди тоже все. Я вот смотрел, ездил сегодня на машине, нормально все. Хорошие люди, я не знаю. Ну, как бы меня сложно судить, может там глубоко. Ну, а так вроде все выглядит достаточно неплохо. Да и погода радует сегодня отлично. Один позитив. Да, на самом деле мне нравится. Мне нравятся эти большие размеры, там, эти площади, дороги большие. Ну, в Киеве оно есть, как бы большое, но чуть-чуть не так. Тут слишком иногда такие проспекты прям очень здоровые. Просторы. Понятно. Просторы, да. Наверное, давай стандартный вопрос. Как все начиналось, как закрутилось, как ты достиг таких великих вершин? Вообще, расскажи, пожалуйста, будет, наверное, интересно. Ну, все начиналось просто с диска, который у меня вдруг... Ну, хотя, мне кажется, все еще раньше началось, потому что мне интересно было, как вообще делается электронная музыка. Вот. После того, я послушал альбом Prodigy Music for the JT Generation. Ну, вот, и мне стало интересно, как же это делается все, как оно так звучит и вообще, что для этого нужно. А сколько тебе лет было? Ну, наверное, лет 14-15, чтобы в этом время. Ну, вот. И я взял диск с разными программами. Я уже толком и не помню, что там было. Там, как-то или Горс, там, Фути Лупс, может, какие-то первые, древние версии. Вот. Ну, как-то я так потыкал, и потом начал упражняться с Дэнс Машин, ну, это так, типа, for fun. Основой композиции я там чуть-чуть выучил, как бы. Вот. Пересел на PlayStation. Я еще на PlayStation делал музыку в программе Music. Где-то, наверное, год-полтора. Вот. И там, потихонечку как-то сидел в свободное время и все это, не знаю, писал. И в 2003 году я скачал акапеллу Яны Кей с сайта ее. Вот. Просто сделал вокруг этой акапеллу трек. Вот. Потом еще в то время общался с Горефом и с Pendulum. И он помог мне с Mixdown, там, с барабанами. Вот. Это все так, что зазвучало хорошо. Вот. И как-то это был первый виниловый релиз. Ну, с этого все началось, и я начал дальше продолжать. Вот. В то время, правда, работал, занимался дизайном, но после того, как гастроли появились и как-то так времени нужно было больше для написания музыки, я бросил работу. Это было, наверное, мне уже было 22-24 года, может. Ну, в этом периоде я уже точно не помню. Вот. И с этого как-то все поехало. Я начал проводить все свое время свободное возле компьютера, занимаясь написанием электронной музыки разных жанров, всевозможных, каких только можно. Скажи, какие плоды за 15 лет твоей работы вылились в релизы, в настоящие законченные треки? Как, может быть, в каких стилистиках отличных? Ну, преобладает, конечно же, Drum'n'Bass. Вот. Из достижений, но, может быть, там, в юношеском возрасте я там очень хотел виниловых релизов побольше. Там вот сейчас, как бы, мне окей. Но я считаю, что все-таки, да, виниловые релизы — это показатель качества. Показатель. Вот. И в Drum'n'Bass у меня, я не знаю, больше 30 релизов на пластмассе. Плюс и в техно-хаус электро в таком, типа, в этой смеси тоже несколько пластинок я успел издать. Так что дабстеп чуть-чуть. Вот. Ну, в основном, конечно, Drum'n'Bass. Также я сотрудничаю с паблишерами хоспиталовскими, которые помогают мне с паблишингом моего каталога. Вот так же и попал трек. Киринг из альбома моего Static Nighter в игру Gran Turismo. А можешь немножко поподробнее рассказать о треках, которые были в играх? Как вообще вышли на себя или, может быть, ты выходил специально в компанию Sony? Расскажи, интересно. Ну, есть специальные агентства паблишеров. Ну, в основном английские, которые там работают с реллбэйсом, вообще с всевозможной разной музыкой, неважной какой. Вот. Они занимаются, как бы, собиранием, так сказать, ройалти со всего, чего только можно. Радио, ТВ, игры, публичные, ну, все что угодно. Даже им приходится присылать трек-лист и список клубов, там, каждый год где-то играл, чтобы они могли, если что, как-то там, не знаю, сбить деньги с клубов, с этих, ну, и так далее. Там мелочи, но все равно приятно. Вот. И вот они занимаются, иногда они рассылают просто каталог музыки, там, разным компаниям по связям своим. Вот так же, вот так попал, наверное, альбом к ребятам из Sony, когда они отбирали материал для Gran Turismo или для той же Midnight Club, там. Это Rockstar Games уже был. Вот. Ну, вот так треки попадают. Я получаю свой процент, они получают свой процент. Отличная сделка, на самом деле. Вот как-то так. Супер. А ты еще сказал по поводу винила, что любитель, да, пластинок. Скажи, ты на выступлениях играешь только в виниле, либо же все-таки цифровая эра тебя тоже настигла? Если быть честным, я на виниле играю только в основном в Киеве, потому что, ну, мне, если честно, просто в лом его таскать с собой. Вот. И все эти треки есть на дисках, но, наверное, мне кажется, последний свой сет я недавно уже на дисках отыграл, потому что, мне кажется, нужно пересесть уже на Note и играть или с таймкодовых пластинок, или с таймкодовых CD, тоже, ну, неважно, на самом деле. Вот. Потому что постоянно библиотека обновляется, треки постоянно, ну, текучка большая, и я с этими дисками уже просто запутался, и мне уже и в лом их писать, на самом деле. Поэтому, мне кажется, будет, ну, digital, но, скорее всего, с винилами. Ну, это зависит от сетапа. Если клуб позаботится, чтобы был хороший сетап, тогда можно играть и с пластинок. Известно, что у тебя есть два лейбла собственных, 22-22 и квадрат. Поподробнее немножко. Расскажи, почему два, какие стили и... Ну, 22-22 это drum and bass лейбл, в основном. Там выходит, как и тяжелый относительно drum and bass, так и... Ну, там, в принципе, я бы сказал, что это просто drum and bass лейбл и легкий, и тяжелый музон. В основном я стараюсь выпускать так, как и свои работы, так же и подтягивать своих друзей, там, знакомых людей, которых я знаю. Ну, и людей, начинающих, может быть, каких-то там из Украины и России, ну, тех, кто поближе. Вот, как-то так. Стараюсь выпускать пластмассу по возможности, в смысле пластинки. Ага. Первый и третий релиз были на виниле, но остальные были просто небольшие digital сборнички, там, по пять треков. Сейчас вот опять, думаю, выйдет сборничек, а потом можно, наверное, и пластинку запилить какую-то. Ну, я, правда, не знаю по поводу музыки. Пока мне хочется все-таки в этот раз, может быть, подойти более ответственно, что ли, к виниловому релизу. Не хочется что-то зарелизить, чтобы зарелизить. Вот, что ли, как-то так сказать. Также у меня есть квадрат, который, сначала концепт был выпускать анонимно пластинки. То есть просто квадрат 001 и там название треков, все без артиста. Вот, там маленькие 10-дюймовые пластинки. Первая пластинка, в принципе, очень хорошо пошла. Все раскупили, я думаю, даже буквально за пару недель, что ли. Ну, знаешь, когда люди просто не смотрят, кто это сделал, им просто нравится музыка, они ее покупают и не парятся. Как-то так работает, все-таки на продажах сказывается. Потом попробовал с именами, но более диповое звучание. Как-то очень плохо пошли продажи и сейчас пока занимаюсь релизами. Но в любом случае он на небольшой паузе, потому что я пока просто, скорее всего, не успеваю чуть-чуть. Потому что очень много дел за последнее время навалилось, не связанных даже чуть-чуть с музыкой. Много всего. А вот, ну, ты говоришь, что много, не хватает времени. А цель, которой ты руководствовался при открытии своих личных лейблов, зачем? Цель – это выпуск своей музыки в основном. То есть ты хотел не где-то на других, чужих, да? Ну да, я уже навыпускался, в принципе, на чужих. Единственное, что нужно как-то более, может быть, сосредоточиться на менеджменте этого всего. Потому что у меня со своим даже не то, что, ну, там, творческой ленью и вообще с кучей, там, каких-то музыкальных, я не знаю, ну, много времени я трачу просто на музыку, там, на всякую фигню. Иногда, наверное, не знаю, не успевая, вот, может, из-за этого чуть-чуть мне нужен, наверное, или менеджера, может, нанимать, я даже не думаю, ну, не знаю. Но цель в основном, да, я же говорю, выпускать свое. То есть это, ну, это продукт, ты производишь продукт и ты продаешь его, в принципе, у себя на лейбле. Вот и все. Плюс со своим лейблом ты можешь контролировать все отчеты по продажам, ну, ты распоряжаешься музыкой, ты хочешь, выпускаешь этого артиста, хочешь, ну, можно, ну, ты сколачиваешь постепенно тусовку какую-то вокруг себя. Вот, как-то так, ну, по деньгам, я не знаю, он особой прибыли не приносит, стараемся держать его хотя бы в ноль. Ну, иногда просто винил все-таки, даже вот я скажу, что 22, ну, винил продается, но не так хорошо, как хотелось бы, но цифра позволяет лейблу быть в балансе. Ну, вот. Но в основном про пластинки уводят только в минуса пока что. А по деньгам мне интересно, вот, обычный, еще неизвестный музыкант, если сравнить какой-то, допустим, средний лейбл иностранный, и вот твой 22,22, либо же квадрат, разница для продвижения будет какая-то существенная для музыканта? И вообще куда проще попасть? И как вот непосредственно к себе попасть? Вот несколько вопросов. Ну, попасть, в принципе, я считаю, что попасть можно везде, ну, если постараться, захотеть, все дело просто в музыке. Вот. Вот. Но я, не знаю, стараюсь выбирать треки, во-первых, конечно, исходя из собственного какого-то опыта, вкуса, там, направления, попасть несложно, а главное, чтобы музыка мне понравилась. Вот. Это, в принципе, мне не важно, откуда человек и все такое. И главное, все дело в музыке. То есть прослушиваешь ты сам непосредственно? Да, конечно, я сам непосредственно все слушаю. Ну, в принципе, стараюсь не упустить ни одной демки, все, что присылают. У тебя еще есть своя школа? Ну, это не только у меня, у нас целая команда, как бы люди. Команда, да, вот. Расскажи, это просто какой-то очередной проект диджейки, научить крутить пластинки, либо же это что-то более глобальное, серьезное? Ну, школа, опять же, глобально, это, опять же, тусовка, которая формируется вокруг нашей 22 команды. Вот. Это, в принципе, мне кажется, самое главное в этом всем. Я не учу людей диджейнгу, этим занимается Вера в основном. Вот. И даю там иногда индивидуальные уроки, я стараюсь, если честно, пока что не сильно плотно заниматься обучением людей. Ну, и желающие, они, ну, как-то все очень пока что текучка такая, у нас нет хайпа большого, нет. Все очень размеренно и времени хватает. Ну, школа, дать знания людям, есть просто потенциально очень интересные люди, талантливые, которых можно со временем привлечь к работе, я не знаю, сформировать весь этот костяк. Вот. Это будущее в них по-любому, в молодых. Скажи, какие, может быть, у тебя есть пожелания для начинающих музыкантов, которые вот сидят дома, не знают, как, что им сделать, на что им сделать упор, чтобы получить себя витать? Ну, мне кажется, окей, упор нужно делать все-таки на интересные идеи. И саунд, он не придет быстро, качество звука, оно тоже быстро не приходит. Это все нужно тренировать и, ну, и нужен даже не год для, и не два для этого. Нужно просто пытаться воплотить свои идеи и не заворачиваться, там, вот я куплю син, да, буду все делать, или эта драм-машина мне поможет. Вот, ну, сейчас, в принципе, такое время, когда люди пишут музыку на компьютерах и не парятся. Все в голове, как бы, руки, главное, из правильного места, и все получится. Спасибо, что нашел время к нам. Пожалуйста. Заскочить, рассказать, я думаю, было всем очень интересно. Желаем тебе дальнейших творческих успехов, новых вершин. И ждем в гости. Спасибо. Спасибо. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok